Очень страшно, практически затопили мотор Держи, 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 по***й Друзья, всем привет Сегодня мы вот на такой небольшой, но очень бойкой лодочке Мотор вообще огонь, две с половиной силы, мчал как надо Продолжаем нашу рубрику, нам пишут письма И сегодня мы рассмотрим такой вопрос, важный вопрос Который вызывает немало споров среди наших подписчиков канала Да и вообще среди водномоторников, которые пользуются лодками ПВХ Это вопрос безопасности лодки ПВХ И зрители разделились на два лагеря Одни говорят, что безопаснее лодка ПВХ с надувным дном Другие говорят, что безопаснее лодка ПВХ с дном паёльным Безопасность в контексте прокола баллонов Мы взяли для нашего эксперимента лодку Solar 380 И мотор Mercury 2,5 лошади Для этого теста не нужен мотор мощный Поэтому обойдемся таким малышом Мы будем имитировать проколы баллонов Одного, двух, трех надувного дна И посмотрим, как лодка будет себя вести И возможно ли на ней вернуться в лагерь или на стоянку Или хотя бы дойти до берега Сегодня мы испытываем лодку с надувным дном Эти эксперименты занимают немало времени Поэтому сегодня лодка с надувным дном А дальше посмотрим на ваши комментарии Если эта тема будет интересна Мы сделаем следующий эксперимент Привезем на водоем лодку с паёлами И сделаем то же самое Начнем мы наш эксперимент с кормового баллона Нас несет ветро, поэтому будем делать быстро На мой взгляд, пробитие кормового баллона Оно самое безопасное Давайте посмотрим, что выйдет из этого Все, баллон обмяк Лодка осталась практически в том же положении С небольшим минимальным креном Да и то это, наверное, из-за меня Сейчас я займу позицию в середине Все, воздух весь вышел Проверяем Но пока не страшно Давайте посмотрим, что будет в движении Сидеть, конечно, уже менее удобно Что хочу сказать Лодка по-прежнему управляема Она может спокойно дойти до места, где вы ее спускали на воду Не обязательно кричать «СОС» Можете вернуться в свой лагерь Несмотря на расстояние Километр 2, 5 или 10 Для чистоты эксперимента давайте посадим второго пассажира Второй пассажир на борту Давайте сделаем круг подсчета Проверим на управляемость, на плавучесть Ну, плавучесть уже и так понятна Она осталась на месте Давайте посмотрим, как она рулится Эту часть эксперимента можно считать завершенной Один сдутый баллон Это не так страшно Предлагаю и далее Оставаться в лодке вдвоем Следите внимательно Ну что ж, приступаем к сдутию носового баллона Самое интересное, на мой взгляд Не получилось тут Вот же, нашли клапан Пошел процесс Почему это сдувается задний правый Носовой остался цел Из-за того, что набивали не в правильной последовательности баллоны Давление упало и в носовом, и в заднем правом кормовом Чуть-чуть А как правильно их надо было набивать? Напишите в комментариях Ну что ж, испытываем управляемость И погнали Ну слово погнали здесь не совсем подходит Ощущение как будто на вейксерфе Но тем не менее мы двигаемся Я двигаюсь Лодка управляема Скажу следующее Даже в такой ситуации Сдутый носовой баллон и кормовой Лодка по-прежнему на плаву и управляется Дойти до места базирования можно Теперь посадим второго человека Съемочная группа подсказывает Со стороны виднее Что форма дна вообще не изменилась Поэтому я себя чувствую здесь уверенно Я посмотрю это позже на видео Проверяем нашу ходкость и управляемость Уже с двумя людьми Напоминаю Спущен носовой баллон И практически спущен задний правый А плохого ничего не происходит По-прежнему мы идем нормально Ну что без глиссера только Так на двух с половиной силах Мы бы и не глиссировали Лодка управляема И держится уверенно на воде То есть дойти до базы Можно и вдвоем Я думаю если бы был третий пассажир Ситуация бы не изменилась Кардинально Предлагаю до конца Спустить задний правый баллон Уже находясь с двумя пассажирами на борту Не так в нем много воздуха-то и оставался Ну что ж прокатимся Я как понимаю что сигнал SOS подавать еще рано Но сидеть уже не очень удобно Только в кокпите И что удивительно Лодка по-прежнему едет и управляется Вердикт таков Дойти до лагеря дальнего можно Безопасно Лодка не затонет Понятно что при большой волне Мы будем здесь все мокрые Но лодка не затонет Можно идти Продолжаем наш эксперимент И так звучит барабанная дробь И мы начинаем сдувать Последний целый баллон Мне все тревожнее и тревожнее здесь Вообще зачем баллоны нужны Мы и так нормально держимся Мне кажется маркетологи придумали баллоны Вообще без них отлично Вот результат За считанные минуты Лодку с алармой превратили в сабдоск Но с мотором А если серьезно То у меня больше всего опасений Вызывал транец Я думал сейчас мы спустим все баллоны И он сложится Но тем не менее Он остался В вертикальном положении Что позволит нам На этой сдутой лодке Практически полностью Дойти до нужной нам точки Лодка управляется Я бы конечно наверное Если бы попал в Рыбинское авдохранилище Да еще в Волну Не рискнул бы идти до лагеря А постарался бы вернуться К ближайшей точке на суше Переждать А на более-менее тихой реке Можно тихонечко добраться До места базирования Ну и традиционно сажаем второго человека в лодку Так как на таких лодках Редко ходят в одиночку Сымитируем и такую ситуацию Ну вот мы оказались Участниками пьесы Островского На дне То есть мы держимся На дном На дувном дне Хочу сказать следующее Почему мы на нем держимся Потому что дно было забронировано Ну это имитация Понятно Но тем не менее Рекомендуем всем бронировать дно Усиливать его Чтобы если вдруг Оказались в такой ситуации Что хотя бы оно вас Довезло до места Вернуло обратно Интересно А что было бы сейчас С паёльной лодкой Она бы плавала на фанере Или под её тяжестью Пошла бы на дно Теперь уже думаем Снимать ли этот ролик или нет Напишите ваше мнение В комментариях На этот счёт Ну как видите Мы вдвоём Держимся на плаву Хорошо если такая ситуация Никогда не произойдёт В вашей жизни Но тем не менее Помните Что вещи должны быть В гермомешках Жилеты должны быть Всегда на вас Берегите себя Ну а теперь Для чистоты эксперимента Сделаем то же самое Но предварительно Спустим наше надувное дно Ну а если у вас Закончился бензин Заглох мотор Или вы ради выживаемости Просто бросили его за борт Сап-доска Так сап-доска Так тоже можно Сейчас тема модная Все катаются И скорость практически такая же Фух Полезно Иногда без мотора Продолжаем наш эксперимент Ну что ж Наш киножурнал Хочу всё знать Продолжается И мы сейчас Избавимся от нашего надувного дна Но не то что мы его вырежем А просто сдуем Вернёмся к истокам Когда лодки были резиновые И дно было такое Мягкое Не держало форму вообще Посмотрим что из этого выйдет Отло Да вот приближаемся к тем лодкам уже Всё Мягко Удобно Пожалуй присяду Всё Наш матрас практически сдулся И вот сейчас ответ на вопрос людей Которые спрашивают Как стоять на НДНД Когда оно было надуто полностью Стоял как на ровной поверхности Сейчас оно сдуто И стоять я уже не могу Даже не буду пытаться Потому что упаду Всё Запускаем наш мотор Погнали Кстати Сдутый пол Никак не повлиял на транец Транец по прежнему Жёстко стоит Держится на баллонах Это хорошо Лодка послушна Управляема Вот поднялся ветерок Вносит в наши эксперименты Свою лепту Сдутый пол образует карбан В который набирается много воды И поэтому лодка идёт тяжелее Чем когда все баллоны сдуты Сдутый пол Даёт большое сопротивление ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий этап Два человека в лодке Опять ребята со стороны подсказали Что лодка упала Дно сдулось Лодка как матрас С всеми баллонами на воде Но речь идёт у нас О факторе выживаемости А не экстремальной рыбалки Поэтому главное Чтобы она управлялась И держалась на воде Присутствие второго человека Существенно ничего не изменило Всё осталось точно так же Интересный момент Дно гуляет Ощущение как на водяной кровати Такие часто показывают В американских фильмах Бултыхается Такой массаж Укачивает даже немножко А в остальном всё хорошо Можно идти Ну что ж Спустим носовой отсек Объясню почему начали Не с бокового А с носового Есть опасения Что сдув Баллон боковой Транец упадёт И мы всю эту историю Сразу притопим Мы конечно дойдём И до этого Логического конца Но давайте сначала Начнём с носового Чтобы видео получилось От волнения Забыл где клапан Сейчас уже немного тревожно Смотрим что будет Всё Носовая часть и полулодки Выглядит как Медуза выброшенная на берег Давайте попробуем Пройтись И поуправлять Этой полулодкой На удивление Она по-прежнему управляется Всё-таки потому что Кое-какая форма сохранилась Всё-таки мне кажется Что не весь воздух вышел Эксперимент получается Не совсем чистым Давайте выдавим его До конца До упора Насколько это возможно Люди со стороны Наверное смотрят Не совсем понимают Что происходит Клуб самоубийц Вот тут ещё воздуха Можно Две трёхметровых лодки Накачать Всё Акула откусила Носовую часть лодки Мы в Тихом океане Надо искать ближайший Сухой островок Возвращаться на базу Вот в такой лодке Я бы уже не рискнул И сейчас я говорю серьёзно Если произошла такая ситуация Вам лучше уже искать Ближайшую сухую точку И пешком Возвращаться В лагерь Это уже опасно Но тем не менее Управление ещё есть Право Лево Что-то хрустнуло Тревожно Тревожно Давайте посадим Пассажира Не будем отходить От правил Нашего эксперимента Эмпирический путь Он самый верный В голове Не останавливаясь Крутится песня Юрия Лозы «Маленький плод» Наверное Так оно и выглядело Когда он её писал Поехали Наш пассажир Даже не был в курсе Что у него сегодня Будет такая Назовём её Лёгкая прогулка С экспериментами Просит второй жилет Получается и баллоны и пол придумали маркетологи можно просто кататься на куске ПВХ конечно шутим присутствие или отсутствие второго человека в лодке ровным счетом ничего не меняет но и на этом мы не остановимся сейчас я сдую баллон но возникла дилемма снимать банку или нет если ее снять то исчезнет жесткость хоть какая-то остаточная а если не снять то будет тяжело управлять мотором поставьте сейчас видео на паузу и подумайте как бы сделали вы звучит тревожная музыка я ее слышу да изменилась тональность работы двигателя даже забило сердце чаще на волоске что называется в общем банку можно не можно а лучше не снимать если бы ее сейчас не было баллон бы сразу сложился и нас бы захлестнуло водой банку лучше оставлять она не мешает управлению мотором но вот в этой ситуации уже ни о каком возвращении влаги речи не идет если вы оказались в такой ситуации сразу ищите ближайшую сухую точку берег, островок, бакен и спешите к нему здесь вода практически гладкая если будет небольшое волнение то уже захлестнет и лодка будет затоплена но мы работаем вот в установке такой волновой, слабой поэтому мы доберем сейчас до берега а давайте еще предположим что мотор залило водой или как я говорил ранее мы его выбросили для сохранения живучести плавучести ветерок сильный сейчас начал поддувать попробую дойти на весле это может оказаться жизненно необходимым так что поэкспериментируем ну как в известном фильме говорили жить захочешь не так ну могу сказать, что в сильный ветер прям и в волну не выгребите поэтому совет один в такой ситуации зафиксироваться держаться крепко за баллон не снимать естественно жилет и ждать, когда ветерком вас отнесет в более комфортное, уютное место чем середина водоема или в центр Баренцева моря ну все, не поминайте лихо заключительная стадия нашего эксперимента будет второй ролик, не будет уже не знаю спускаем последний баллон здесь практически Мариинская впадина 18-19 киловое метров вроде и недалеко от берега но очень тревожно особенно с моим умением плавать хочу переместиться поближе к берегу потому что если начну тонуть а тонуть начну чтобы было поближе плыть прокомментируй 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 очень страшно практически затопили мотор держи, 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 держи пи** 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 все, включаю мотор наверное оставил бы только питьевую воду очень тяжело внести лодка не имеет формы остатки лодки поэтому проще довериться себе ну и чуть-чуть подрулить весло до acept�로 в Pi quiero к ми пи** виновы и виду на конфликс виновы и тости виновы и тости в сожале, не виду винову и тости в Flo mit множеством